Демография там какая? Я помню на каких-то сайтах читал, ну какое-то время назад, я не знаю, как сейчас, что там чуть ли не поголовно белое население и вот с вашей точки зрения по улице ходишь. Там есть азиаты, там есть из Индии народ. Да, ну как бы это в Портленде, Портленд все-таки отличается от остального Орегона достаточно сильно. Если как бы чуть-чуть выезжаешь из города, то уже как бы действительно только белое население, а в самом Портленде много иммигрантов, много кто в университетах учится, вот иммигранты. Вот, например, университет, в котором я учусь, считается Портленд State University. Да, он считается одним из самых мультинациональных университетов. Хорошо, такой вопрос. Вот Орегон в целом как штат и Портленд как город имеют репутацию таких, не то что либеральных, вот либеральный – это Калифорния, а каких-то суперлиберальных, то есть уже прям таких либеральных, что уже дальше некуда. Обычно это связано с наркотиками, вот в моем сознании, там филизм это, и еще, ну не важно, с другими всякими делами. Так вот, действительно так? Такой народ очень прям либеральный, либеральный? Ну вот я два года жила в Сан-Франциско до того, как туда переехать. И честно говоря, я разницы не почувствовала. Сан-Франциско тоже очень-очень либеральный город, как бы тоже, наверное, на более экстремальной стороне вещей. И Портленд очень похож на Сан-Франциско именно по характеру. А вот про остальной Орегон, кстати, я слышала, что там достаточно консервативные есть города, вот эти особо небольшие городочки. А в чем вот экономика Орегона? Ну вот что там происходит? За счет чего у них деньги вот в штате? Ну ты, я тоже знаю, что у них, как бы, несколько таких больших компаний, ну, как бы, ну, типа, Nike у них, ну, как бы, вот, и остальных сейчас это сразу не вспомню, вот. Ну и, как бы, ну, за Портлендом там индустрия лесорубная, там, ну, как бы, лес продается, что видно, если, если ехать там до океана, там просто, как бы, голые такие поля, как бы, обрубленные среди леса, достаточно грустно. Рыбка ловится у вас там? Да. В реке, да? Да. Речная рыбка? Да. А вот до океана от города далеко? Ну, где-то часа два на машине. Вот так далеко даже. Я слышал такую байку, что вот когда там первооткрыватели двигались, и они со стороны океана двигались, и они видели эту Columbia River, которая там идет, они не поняли, что это река, они думали, что это океан такая, она большая. Это правда, там она прям такая уж прям большая? Ну, я по всей реке не была, но вот у Портланда, как бы, но она достаточно узкая, как бы. Ну, там мост за 10 минут переезжает. Даже меньше. Даже меньше, да. Ну, хорошо, то есть люди ездят на океан, есть такая манера, там, два часа куда-нибудь на океан. А грибочки собирают? Да. Есть, да, и русские собирают, или американцы? Да, и русские, и американцы, там, как бы, ну, там погода и природа, как бы, все-таки ближе, наверное, к российской, как бы, и, то есть, там, там, говорят, лисичек собирают, там, то есть, грибы есть. Девчонки симпатичные. Ну, это... Ну, как вот, на ваш взгляд, а мальчики симпатичные? Есть мальчики симпатичные? Ну, там особые манеры людей, там, как бы, смотришь вокруг, и вот портландовский стиль, вот узкие джинсы какие-то, как бы, сапоги, вот, это рубашечка заправленная. Постойте, постойте, сапоги на мальчиках или на девочках? На мальчиках, да. Сапоги? Сейчас популярные... Так, а как же вы будете справляться-то в таком месте? Ну, у меня, как бы, мой фокус сейчас на школе, на цирке, то есть, мне некогда. Ну, подождите, вот, насчет совмещения цирка и аспирантуры. Я понимаю, что даже если бы цирк был всей мечтой вашей жизни, то все-таки там есть возрастные ограничения. Ты же не можешь, там, в 50 лет, там, под куполом скакать? Кстати, может. Реально? Да, и достаточно много, ну, как бы, очень замечательных артистов, особенно в воздушной гимнастике, они, вот, действительно, до 50-ти, до 60-ти еще выступают. Даже девочки? Да. То есть, это, как бы, и многие, там, после нескольких детей выступают, продолжают, как бы, ну, больше не... То есть, это, ну, немножко более щадящий, как бы, вид артистичного спорта, чем на танце, например. Даже так? То есть, танцы сложнее в этом смысле? Да, танцы обычно, карьера балерина кончается, там, в 35-40. Подождите, так вы балетом занимались или танцами? Да, балет. А, то есть, вы по-серьезному? Да. Ну, хорошо. Ну, вас не тянет больше, там, в балет, да, вот, нет такого? Ну, я не могу сказать, что не тянет, я знаю, что эта дверь закрыта, вот, потому что уже, ну, много лет не тренировалась и так далее, вот, ну, и в свое время я выбрала, как бы, пойти в университет биологии, изучать, как бы, не оставаться в балете. Вот. То есть, я знаю, что эта дверь уже все пройдено. Вот. Ну, конечно, как бы, скучаю по балету, там, ну, и время от времени, все-таки, там, в каком-нибудь класс, там, зайду, там, как бы, потренируюсь. Ну, хорошо. Все-таки, какой-то план у вас есть, вот, по совмещению? Потому что, допустим, вы сейчас, ну, закончите аспирантуру, получите своего PHD, это, как бы, я хорошо себя понимаю, это, как, понятный процесс, это делаешь, и там, и получается. Дальше-то что? Вдруг вы уедете в Чикаго или, там, не знаю, в Хьюстон или, я не знаю, в Лос-Анджелес, и, кроме того, если вы работаете, в конце концов, там, семья, там, дети, там, что-то, ну, как вот, под куполом-то? Ну, как бы, с цирком сейчас, вот, действительно, очень популярно на всякие корпоративы заказывать цирковых артистов, вот, и, то есть, в каждом большом городе, считай, как бы, есть, ну, какой-то спрос на цирковые номера, вот, на какие-то шоу, вот. И еще, ну, как бы, очень часто цирковых артистов, там, заказывают, там, типа, на выходные, там, ну, как бы, и оплачивают тебе, ну, как бы, полет, вот, в какой-то город. То есть, если жить в каком-то городе, где, как бы, хороший аэропорт, как бы, который, из которого примыли рисы во многие места, то это, как бы, тоже… То есть, можно следать туда-сюда? Да. Слушайте, я начинаю думать о том, что, если есть люди, которые собираются приехать в Америку, и они, допустим, вот, спортсмены какие-то, атлеты, ну, или они уже воздушные гимнасты, или они вообще цирковые какие-то ребята, и, то есть, я вижу, что есть, как бы, работа для них, да, на корпоративах, там, востребована. А если, допустим, человек не воздушный гимнаст, но спортсмен. Вот я разговаривал с девушкой, она профессиональная волейболистка, двадцать восемь лет, и Грингарту выиграл в лотерею, собиралась приехать, я не знаю, что она больше не проявлялась, не знаю, что с ней стало, но… Вот такой человек может, например, за три-четыре месяца перекопаться во что-то цирковое? Ну, скорее, за год. За год, да. Ну, и зависит от, какая спортивная подготовка. Например, вот с гимнастикой, если, ну, как бы, гимнастика, либо художественная, либо артистичная, либо танцы, то это немножко быстрее процесс идёт, то действительно, где-то год, как бы. А если, там, из другого спорта, то это, конечно, ну, как бы, посложнее будет, ну, как бы… Но это, может быть, не обязательно воздушные гимнасты, а во что-то цирковое, что даёт человеку кусок хлеба и возможность, как бы, жить такой жизнью, которая ему нравится. Может быть, есть что-то такое, я не знаю, я не думаю, что жонглировать легче научиться. Ну, жонглировать – это как раз много-много лет, как бы. Да, да. Повторять одно и то же по много раз, как бы, вот, это… Особый фокус у человека должен быть. Ага. Или, там, фокусы показывать? Ну, фокусы показывать – это меньше платят. Вот, и… То есть платят там, где риск? Да. 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 Да.